Хочется, чтобы выпускники спортивных вузов работали по специальности. Вот, например, один из них перед вами, я же вроде как не по специальности работаю, да? Хотя у меня красный диплом и институт физической культуры. Но, конечно, нужно привлекать людей, привлекать мальчишек и девчонок. Да сейчас наш компьютерный век, даже норвежцы и те сетуют, что дети вместо того, чтобы кататься на лыжах, сидят перед гаджетами там всякими разными. Но, тем не менее, есть выходы, пути решения этих проблем. Опять же, семейные ценности, о которых мы выше говорили, и в этом смысле как раз физическая культура, спорт является таким мощным базисом для того, чтобы ребенок вырос здоровым, красивым и умным при этом. Потому что никогда физическая нагрузка не мешала, собственно, развитию гармоничному личности, да, и знаниям из общей сферы, так скажем. Поэтому каждый должен обратить внимание на себя. Ну, конечно, конечно, где-то не хватает секций, где-то не хватает лыжных баз, стадионов, грибных школ, я не знаю, вот в Москве есть такая проблема, например. Поэтому, конечно, тут, может быть, государство должно более активно как раз заниматься этим, а не, там, не знаю, обсуждением многомиллионного контракта какого-то иностранца в футболе. Но вид спорта номер один, как ни крути, у нас же масса академий футбольных, ну, вот мы ждем, пока выпускники их будут в больших клубах играть, пока ощущение такое, что рак на горе свистит, все-таки не хватает нам. Но когда-нибудь этому раку надоест свистеть, и он уже будет просто приветствовать тех людей, которые будут прекрасно выступать за те или иные российские команды и за сборную.